Срочно выполню ваш заказ по созданию сайта. Моя специализация Joomla и WordPress. Я всех приветствую, на связи Федор Васильев. В этом видео я хочу показать бесплатный плагин для Joomla 5 и 4, сравнение изображений до и после. Для меня показался этот плагин очень интересный и, возможно, он многим пригодится. То есть вы можете в любом месте, где есть у вас редактор, то есть это статьи, страницы, модуль HTML, расположить в сравнении картинок до и после с интересным эффектом. Давайте в этом видео посмотрим, что за плагин такой. Итак, давайте взглянем сразу на сайт разработчика и, например, как это будет работать на вашем сайте. Плагин маленький, простой, бесплатный. Сразу сейчас перед вами сайт разработчика. То есть это вот сравнение, когда вы можете мышкой разместить два изображения и до, картинка после. И также это может быть горизонтально опускать этот ползунок. Не вот так вот, а вверх-вниз еще можно делать. И здесь также на этом сайте есть пример, через какой атрибут, через какой, так скажем, шорткод нужно вставить изображения, чтобы они так срабатывали. Но вам нужно подготовиться. Вам нужно два изображения, которые вы хотите добавить в сравнение между собой. Сделайте их одного размера. То есть две картинки одинаковые, чтобы эффект был красивый. Ссылки все я оставлю на своем сайте fedorvasilev.com, соответствующая статья. Если это видео смотрите с YouTube или с других площадок, то ссылка будет на мою статью в описании под видео. Переходим на мой тестовый сайт. Плагин устанавливается штатно. Как обычно, после установки вы перейдете в плагины. Я кликну по ID, кликну еще раз, чтобы увидеть последнюю установку на самом верху. Вот этот плагин. Давайте посмотрим настройки. Настройок здесь немного. Включаем этот плагин, не забываем. Первая опция. Сделать ли возможность двигать ползунок при наведении мыши, а не зажимать мышь. Мы сейчас это с вами посмотрим. Следующая опция. Всегда помечайте изображение. Переводится. Но мы сейчас с вами наглядно посмотрим, что это такое. Дальше цвет. Это, скорее всего, цвет ползунка. Сейчас тоже посмотрим. И дизайн самого ползунка. Используйте другой дизайн ползунка. Давайте пока нет поставим. Мы посмотрим, как это будет выглядеть. Плагин включили. Далее переходим. Ну, к примеру, открываем статью. Вам нужно вот такой вот код прописать. Его можете найти на сайте. Здесь вот как раз пример. Здесь и скачать можно этот плагин. И, соответственно, вот тут пример показан, как это делать. Здесь на английском языке. Как сделать вертикальную. Вот здесь показано, чтобы вот так вот картинка работала. Другой немножко код. Сейчас я покажу на примере одного варианта. То есть вот код я проставил. То есть это открывающий код и код закрывающий. Потому что у него есть такая какая-то черта вначале. Это говорит о том, что это закрывающий код. Получается, мы должны как бы обернуть картинки вот в этот код. Значит, между ними. Изображение, естественно, я уже подготовил. Как изображение вставить здесь? Вы нажимаете на эту стрелочку, где контент. Дальше медиа. Изображение загрузить с компьютера. У меня уже загружены. Я выбираю одно изображение к сравнению. Для примера я взял картинки из парикмахерской. То есть где накладывают волосы. Я вставляю картинку. У меня курсор мигает после картинки. Я опять нажимаю контент, медиа. И я вставляю вторую картинку. Она просто встает рядышком. И вначале перед картинками должен открывающий код быть. И после картинок закрывающий код. Получается сколько угодно на странице, в статье. Где-то вам, если удобно, так вставить. Сохраняем настройки. Это очень удобно. Иду на фронтальную часть сайта. Картинки у меня, правда, достаточно большие. Их надо сделать немножко поменьше. То есть заранее на фотошопе или другом редакторе сделайте картинки нужного размера. Вот, видите, вот ползунок. Он срабатывает только когда я мыши зажимаю. Достаточно эффектно смотрится. Теперь я возвращаюсь в настройки плагина. Давайте попробуем сделать вот этот эффект. У нас изменится вот этот вот ползуночек. Он в таком округе появляется. Дальше. Очень мне нравится, что здесь есть возможность при наведении мыши сделать. Обновим. Я не зажимаю мышь, просто навожу на картинку. Просто навожу. Не надо зажимать. Это, наверное, самое классное, что здесь есть. Не все люди могут догадаться, что надо зажать мышку. А я просто вожу мышкой по картинке и у меня движется ползунок. Включая вот эту опцию в положении «Да», у нас на картинке появляется по-английски, к сожалению, «До» и «После». Видите, внизу такие лейблы. Это, конечно, можно перевести через константу Joomla, если вы хотите использовать на русском языке вот эти подсказки снизу. И, соответственно, цвет поменять на любой оттенок. И получается, наша линия, наш ползунок становится таким ярко-зелен. На этом я урок заканчиваю. Надеюсь, для вас он был интересен и полезен. А мы очень скоро с вами увидимся в следующих видео. Пока-пока, друзья! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok